Друзья, мы продолжаем самое доброе утро и продолжаем готовиться к Новому году. Еще на прошлой неделе мы начали делать новогодние украшения. Помнишь, что это было? Да, и давай пока оставим немножечко в секрете то, что мы будем делать сегодня. А сейчас примем звонок. У нас уже есть дозвонившийся, который непременно желает попасть на миссис Ярославль. Как ты думаешь, он присутствовал на первом показе? Сейчас узнаем, Илья. Доброе утро. Доброе утро. Представьтесь, пожалуйста. Это Татьяна из города Тутаева. Из какого города, Татьяна? Из Тутаев. Очень рады слышать вас. Тутаеву привет. Помнишь, как раньше он назывался Тутаев? Молодец. Нет, Борисоглебск, Романовск. Доброе утро. Татьяна, скажите, пожалуйста, где и когда состоялся первый конкурс красоты? Ой, состоялся он в 1888 году. Откуда такие познания? Татьяна, вы были в Бельгии в то время, скажите. Нет, я еще, по-моему, не родилась. Ну что ж, поздравляем вас и с этим, и с этим событием. И от нас, и самого доброго утра вам достается пригласительное. Куда, Оль? Куда? Конечно же, на конкурс красоты, который называется «Миссис Ярославль». Мы вас поздравляем. Не вешайте трубочку, наш оператор расскажет, как забрать ваши билеты. Мало того, не вешайте трубочку, а скорее бегите на кухню, берите бумажные салфетки, конфеты, и мы сейчас с вами вместе будем делать новогодние поделки. Да, потому что у нас сегодня в гостях просто чудесные рукодельницы, любовь и надежда. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Не хватает только веры к вам, как говорится. Вера в то, что у нас получится сегодняшняя новогодняя игрушка. Друзья, главная задача вот именно нашей пары и новогодней игрушки, чтобы это было очень дешево. Сейчас с санкцией все дорожает, мы не можем себе позволить роскошь. Давайте исходите из простого. Вот я вижу, вы абсолютно молодцы. Что у нас сегодня? Давайте посмотрим, какие у нас для этого есть материалы. Вот обычная картоночка, я думаю, что найдется в любом доме. Сможем найти? Да. От пылесоса старого отрежем? Салфеточки, конечно. Салфеточки вот такие тоже, да, совершенно. Практически бесплатные. Любого цвета можно. Да, любого цвета, да. Можно не зацикливаться на том, что елочка будет именно зеленая. Потому что зеленых елочек у нас так достаточно. Мне кажется, синие, это даже как-то интересно. Да, синие ты более, так более. Ты знаешь, после новогодних праздников, когда ты смотришь на синюю елочку. И вы знаете, все-таки, согласитесь, немаловажный момент, когда это все делается быстро. И своими руками. И своими руками, совершенно верно. Так вот смотрите. А ведь можно подарить кому-нибудь, да? Да не то слово, можно подарить. И причем, посмотрите, какой будет классный подарок. Вот такую елочку, да. Здесь всего несколько конфеток. И я думаю, что-то любому сотруднику, вот мы сидим, да, где-то со своими коллегами, и любому сотруднику за пять минут в обеденный период... Надежда, рассказывайте, что делать. Давайте бумагу уже начнем мять, я насколько понимаю. Да, давайте начнем мять бумагу. Разбирайте салфетки. Да, вы уже догадались, да, что вот это все делается... Друзья, простите секундочку, у нас просто операторы занимаются спортом, а не качки, я сейчас передам одному, чтобы он помялся. Чтобы как следует помял. Не бойся. Покажи зрителям свою руку. Мни. Все, друзья, все участвуем в процессе. Дорогие телезрители, не стесняйтесь, берите салфеточки и... Да, и... Кстати... И мне вместе с нами. Можно, да. Мните, как мы. Вот если негативной энергии много скопилось... Да, 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 совершенно верно, замечательный момент. Я тебе предлагаю, Илья, когда ты мнешь салфеточку, думать обо мне. Ой, ты не поверишь, смотри, что у меня получилось. И вы знаете, какой тут еще важный момент. Только не совсем надо мять. Не совсем. Можно делать из любого. Подожди, сейчас... Нужно, чтобы они были объемные, да, немножко? Да, объемные, конечно. Нет, ну а с другой стороны, вот, если... Ой, простите, ухо отвалилось, как говорится. Бывает. Если елочка, она ведь сверху, наверное, маленькие должны быть, веточки. Вы знаете, это не так принципиально важно. Все равно нормально. Они же сожмутся, когда мы будем приклеивать. Понятно. Но чем больше мнете, тем больше штучек надо. Угу. Да. Раз мы решили экономить, да, будем экономить. Так, давайте посмотрим, что получилось у нашего качка. Давай сюда. Друзья, пять салфеток испортил, а? Молодец. Мы сейчас исправим. Всего много. И это можно делать, в принципе, необязательно из салфеток. А что за карандаши? Вот я смотрю, у вас еще и... Сейчас все увидите. И ножницы. Да. Так, берете замечательный карандаш. Можно брать любой материал, который... Можно ли нос намазать? Можно, конечно. Вот ничего, Оль, у тебя в трусах не держится. Теперь придется на нос клеить, видимо, да? Так, это, я так понимаю, клей? Это, это, да, это клеевые карандаши. Друзья, самое главное, не повторяйте за моей ведущей Ольгой. Не стоит друг другу мазать нос. Вам еще идти на работу, помните об этом. А, кстати, что за клей вы используете? Это обычный, да, карандашный клей. Он, кстати, тоже совсем недорогой. Если ребенок съест, его не отравится? Ну, ребенку, конечно, можно отдавать. Надо следить. Да, ребенку покормить нужно. Поэтому за ведущей следить. В принципе, я ведь вот думаю, чтобы как бы упростить человеку. Можно ведь взять мыло, правильно? И на мыло полфеточки. Если честно, первый раз. А всем вы решили экономить, то вообще можно на мыло, да? Вопрос, как долго это будет держаться? Я понимаю, что у тебя очень сложное положение, но вот я тебе завтра принесу, правда, вот такой вот карандаш клей. Да нет, Оль, ты уж лучше кредит в банк сходи, заплати за меня, тогда уж раз такая добрая. Клей. А, и конфеты, друзья. Вот смотрю, выбор правильный, наши российские. Мне кажется, что перед тем, как делать такую елочку, нужно быть абсолютно сытым, потому что пока ты будешь эти конфеты приклеивать на елочку, ты их можешь съесть. Можешь, Оль. А можешь и не съесть. Оля, нужно подумать о друзьях в этот момент. Вот я придумал, какую я елочку тебе сделаю. Что для этого нужно? Друзья, если у вас есть любимая сведущая, и вы хотите ей сделать вот такой новогодний подарок, вы конфету съедаете, берете бумажечку, заворачиваете в оберточку, и на елочку. Красиво так же. Ты ведь не будешь портить елку. Слушай, я постоянно так делаю. Мы с тобой с чем-то похожи. Похожи, да. И можно сказать, Оля, я так заботюсь, чтобы ты у нас тут была всегда стройная. Я ей постоянно это говорю, не поверите. Но вот как гости придут с едой, все, невозможно удержать человека. Говорю, Оля, хватит. В экран уже не... Надежда, хватит. Ведущие тоже должны что-то сделать. Да, 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 да. Илья, может быть, ты же как-то тоже примешь участие в создании. Я могу тебе поаплодировать. Браво. Можно взять вот один такой комочек. Конечно. А я еще клей возьму сейчас. Да, и вот приклеить. Убыстряем процесс. Берем сразу пять. Нет, нет, это будет очень неаккуратно. Мы сейчас посмотрим. Он постарается. Сейчас посмотрим. Я еще, знаешь, не такое приклеил. Таких старателей. Ладно, да продолжай. У меня сейчас не получится. Оля. Все закончится хорошо. Я бы сказал, что у меня не получится. Но не скажу. Все у нас получится, потому что это самое доброе утро на Первом Ярославском, да, Оль? Да, Илья. Ты не поверишь, что режиссер говорит нам быстрее, быстрее. Ему наша елочка не нравится. Он считает, что новогоднюю поделку можно тяп-ляп сделать. Мы ведь не согласны с ним, Надежда Любовь? Нет, конечно, мы не согласны с этим. Итак, я уже... Скажите, а вы... И мы же и подарим ее, правильно? Да сейчас. Вот я вижу, что красненькая салфетка, это я такая моя звезда. Да-да-да-да, Ольга, совершенно верно. Ты понимаешь, кто должен делать звезду? Конечно, я. Самое доброе утро. Конечно, это я так и думал. Так. Мы же готовим конфетки. 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 Я вот знаю, вот прекрасное применение вот такой вот ежки, когда у нас получится. Ты смотри, у тебя еще она 3D, она разворачивается. Вот такой же красивой. Угу, давай. Вот знаешь, на день рождения одеваю колпачки. Кстати, да, смотрите, друзья, это же может быть и головной убор. Просто можно приделать резиночку сюда. Прекрасно. Я думаю, очень креативно, тем более скоро у тебя корпоратив, Илья. Слушай, дальше, Оль, смотри, насколько творческий человек отличается от обыденного. Есть? Подождите секунду, Любовь? Если вы делаете вот так, у вас практически идентичная копия костюма Мадонны 98-го года. Если помнишь клип «Like a virgin», ну ты учишь английский, ты должна перевести. Как переводится? Ой, Илья, я не смогу перевести. Конечно, нет. Ну теперь надо. А, вот, смотрю, вы на скотч крепите конфетки. Конечно. Видел усовершенствование вашей елочки, знаете, какое? Можно взять проволочку, проволочку раз, конфеточку оп, в картоночку, тоже, да? Тоже да. Ну это опять же, понимаешь, проволочка, лишний затратный материал, как говорится, мы ограничены в бюджете. Ну это мужской вариант елочки. Нет, надо. У нас, знаете, мы как бы проволочками не очень, да. Скотч поможет тебе приклеить конфету, а не клей. Илья, давай, помогай, бери ножницы. Друзья, к сожалению, у нас времени совсем не остается. Спасибо вам за гениальное новогоднее украшение. Скажите, а у вас какое-то сообщество, где вы собираетесь придумывать такие замечательные вещи? Конечно, мы же называемся творческая мастерская фантазеры. И то есть я даже могу прийти и пофантазировать с вами на любую тему? И мы делаем именно поделки из подручного материала. А пользуются ли спросом сейчас данный вид? Конечно, неужели вот такой подарок, такую елочку не подарить ребенку или подруге? Или взрослому любому, или просто не утрать в нашу чудесную студию. Да, согласен. Друзья, давайте тогда сейчас закончим нашу с вами беседу именно на том, что мы вам подарим свою елочку, которая у нас получилась. А вы нам свою. А вы нам свою профессиональную. Хорошо? Договорились. И тогда это вам. Спасибо большое. А это вам. Спасибо большое, что пришли сегодня к нам в самое доброе утро. Спасибо.